Всем привет! Сегодня поговорим о том, как протестировать скорость вашего интернет-соединения. Есть очень много сайтов проверки скорости. Это, например, 2IP.ua, есть также сайт SpeedTest.net, есть сайт для россиян 2IP.ru. То есть сайтов очень много. Вопрос в том, что значат цифры, которые идут в результате теста. Давайте сейчас включим тестирование. Идет тестирование на 2IP.ua. У меня показывают пинг 164 миллисекунды. Что значит 164 миллисекунды? Это значит сигнал, который идет с моего ноутбука до сервера, составляет 164 миллисекунды, что очень много. То есть нормальная скорость считается до 120 миллисекунд. Если вы играете в какие-то игры в онлайн, то скорость считается хорошая и отличная 45-60 миллисекунд. В данный момент мой интернет не пригоден для игр в онлайне. Как для обычного пользователя он вполне пригоден. Дальше идет дауннолоуд в мегабитсекунду. Это скорость загрузки. Она у меня составляет 1,77. Максимальное число 2,06. Минимальное 1,39. Что это значит? Это значит, что за одну секунду я могу загрузить с сайта. Какой-то объект размером 1,77 Мегабит. Оно загружает за секунду. Как правило, в одном байте 8 Мегабит. Значит, надо сумму разделить 1,77 на 8. Берем калькулятор, делим. Получается 0,22 Мегабайт в секунду. То есть за одну секунду у меня скачет 0,22 Мегабайта. Предположим, например, я скачиваю в интернете что-то, какую-то программу размером 1 Мегабайт. Интернет у меня скачает этот продукт за 5 секунд. Если эта программа 1 Гигабайт весит, то скачка будет 5 секунд умножить на 1000, 5000 секунд. Разделим на 60, это будет 83 минуты. В общем говоря, скачка 1 Гигабайта будет около часа, что очень много. То есть для скачки это тоже очень низкая скорость. Дальше у нас идет скорость закачки. Она, как правило, меньше скорости загрузки. То есть скорость закачки, имеется в виду, если вы заливаете видео на какую-то платформу, например, YouTube или другие видеоплатформы, то скорость будет, видите, в два раза меньше. 0,92 делим на 8, будет 0,015 Мегабайт. То есть закачка 1 Мегабайта произойдет в течение 10 секунд, что тоже очень долго. Можно проверить на таких сайтах, как Speedtest. Просто заходите в поисковик, набираете Speedtest и нажимаете начать. В данный момент определится, что у вас за провайдер, ваша IP определится. Пинг почему-то 109 миллисекунд у меня. То есть немного меньше, чем на 2 API. Чем это связано, непонятно, наверное, потому что сервер ближе находится. Загрузка 2,05 Мегабит в секунду. Это больше, чем определилась на сервере 2 API. И закачка определилась, естественно, чуть побольше, 1,15 Мегабит в секунду. Что тоже больше. И можно протестировать скорость интернета на российском платформе 2 API. Беру и выбираем скорость интернета. Время начинается. И ждем, когда определится скорость нашего интернета на третьем сайте. Ну вот, результат определился. Пинг 88 миллисекунд. Входящая скорость 1,2. Скорость закачки 1,23. Ну, что немного меньше по 2 API, но лучше по пинку. И к последнему числу уже можно определить точную скорость загрузки вашего интернета. На этом, в принципе, все. Если видео было интересно и понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч.